Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня у нас будет интересное видео про парфюмерию перед Новым Годом. А сейчас я вам покажу свою ёлочку, которую я немножечко видоизменила, так как я не купила новую. Итак, мои дорогие, ёлочка у меня всё та же. Почему? Во-первых, я пересмотрела много-много ёлок. Они все очень тяжёлые. Я не хочу таскать тяжёлые ёлки, я их не хочу разбирать. Да, есть такие замечательные, пушистые, огромные, которые не нужно собирать вот так вот в пазы, вставлять. Но действительно, они от шести с лишним килограммов, а эта ёлка, наверное, и двух не весит. В общем, очень лёгенькая, очень компактно, убирать всё легко. И спасибо большое моим подписчикам. Я, кстати, ну, я всё равно ездила, я смотрела, искала, но, в общем, пришла к мнению, потому что я действительно не могла поднять эти тяжёлые баулы. Конечно, все коробки у меня будут храниться, Мишка у меня тут ходит в кладовке. Но носить из кладовки и приносить домой, собирать, это всё, ну, неприкольно. Давайте, Мишенька, сынок, подожди, я снимаю, как видишь. Да, ты у нас тут старший. Так, смотрите, я её заново перенарядила. Я взяла и по рекомендации моих подписчиц купила вот такие вот гирляндочки. Их ставила. Да, Мишенька драконом тут прыгается. Ставила внутрь, и ёлочка заиграла, он стал более пушистый. А потом я сняла с неё, естественно, вот этот белый вот пух и прикрыла вот эти вот ножки. Теперь Мядет Мороз сидит там. Да, Миша? Миша, ты прыгнешь с дельфинчиком? Давай, покажи с ним какую-то умницу. Молодец. У меня, Миша, дрессированный, да, со всех сторон дрессированный. Молодец. Вот, и, Мишенька, мы потом с тобой съестим горши. Давай, не приставай, сейчас никуда не еду. Перенарядилась заново, убрала... Показываю руку Миши, суткач. Убрала все гирлянды, кроме вот таких. Оставила такие шариками. Оставила игрушечек, ещё несколько купила. И, знаете, саму ёлку я её поставила вот под таким конусом. То есть, получилось, что она более наполнена. Ну, так выглядит. И купила я гирляндочку. У меня была такая белая, с белым проводом. Вот, и я нашла с тёмным проводом. Купила, видите, её незаметно. Вот, а она вот так сверкает миленько. Ну, и, в принципе, всё нормально стоит. Её подпёрла, и всё отлично. Она не широкая, и меня это тоже устраивает. Потому что я с рулеткой мерила другие ёлки. Они все очень-очень широкие. И закрывают у меня часть камина и часть двери на балкон. Не прикольно совсем. Потому что на балкон не увидите, а кошаки у меня там гуляют. Если обратите внимание, у меня там даже лежаночки вон лежат. Это я. Сейчас я увеличу, попробую. Вот, котики у меня там лежат. Там я езжу, катаюсь на лыжах. Там у нас дети катаются на ватрушках. И я тоже. Вот так у нас наконец-то выпал снег. И Миша хочет на балкон. Да? Миша хочет на балкон? Или куда, Миша? Миша на ватрушке покататься хочет? Миша, мы с тобой днём сходим, когда собачек нет. Миша очень любит кататься на ватрушке. Вот. Ничего, нормальная такая ёлочка. Нормальная. По крайней мере, она лёгкая. И спасибо вам большое благодаря подписчицам. Видите, я её заткнула. И она стала довольно густенько выглядеть. Вот. Так что всё замечательно. Миша, всем привет передай. Миша и так всем привет и передай. Да, Миша? Да, да, да. Хрубня, хрубня. Ну и Митя передаст привет. Митя, ты передашь привет? Нет, нам только Миша. Миша за любой кипиш, кроме голодовки. Да, Миша? Митя зубы точил на гирлянду. Но я ему порассказала, не надо делать. А Миша вообще уже не трогает ёлки. Они, знаете, её трогают. И она такая хлюпкая, что они боятся, что если она упадёт, я сразу начну ругаться. Поэтому они просто её вообще не трогают. Да, Мишанин? На Новый год меня не будет, поэтому ёлочка для котика. Чтобы им не было скучно. Ещё есть один момент. У меня в стиральной машинке моей, вот здесь вот резинка, так как я снимала уже, она у меня выскочила. Я не понимала, что такое. Думаю, надо её будет менять. Хорошо, я посмотрела тогда в Макси-доме и обратила внимание, что она как вставляется. То есть я, видите, всё вставила обратно. И просто всё обратно защёкнуло. То есть она у меня просто выскочила. Она бельё стирала и вылетела. Вот. И глядя, я думала, что мне придётся. Да, Миша, ты всё тут трёшься. Ну и хочешь залезь в машинку. Постираешься там. Нет, вот ванна поле со мной всё любит очень. Вот. В общем, Миша любит всё. Любой кипиш. Миша, ты кушать просишь. Да, он же точно. Любой кипиш, кроме голодовки. Сейчас должен быть ужин. Я думаю, что на меня всё ходит. Он и конючат, да, Мишаня? Да, хруня, хруня. Уши. Ну вот. В общем, засунула я всё. Всё отлично. И у меня поместилась эта проволочка. Вставила её так же. Вот сюда вот такая вот штучка кривая. В общем, не кривая проволочка. Всё замечательно. У меня всё прекрасно теперь закрывается. Так что я умница. Молодец. Сама починила машинку. Да, Миша? Скажи. Я молодец? Да, Миша. А Миша тоже молодец? Конечно, Миша молодец. Потом он показывает, какой он молодец. Миша самый лучший мальчик на свете. Да, Миша? А ещё меня часто спрашивали и говорили, написали мне в комментариях о том, что я снимаю видео на балконе. Я не снимаю видео на балконе. Балкон, на дверь вон там. А я снимаю видео в Эркере. Эркер – это часть комнаты. Это жилая часть. Там есть батарея, как и здесь батарея. То есть, это просто так расположено окно. Некоторые люди ставят там ёлку, кстати, у меня соседи напротив. И некоторые делают стол. У меня здесь рабочий стол. Почему я разграничила эту зону? Только потому, что когда я повесила жалюзи, жалюзи, правильно сказать, надо, да? Летом в белые ночи. Ну, здесь было просто настолько светло, что невозможно. И у меня, знаете, скиблэкаут. Ну, и вообще можно просто закрыть и делать рабочую зону. Обычно все делают, ну, чтобы, знаете, гости приходят и в комнате релакс. А тут просто рабочий стол. Ну, вот я сижу, всегда снимаю. Повесила я вот эту беленькую гирлянду, которая раньше была у меня на ёлке. Я их повесила сюда. Вот сейчас у меня вот такое место. Моя рабочая. Вот, и Джей тут спит. Джей. Джей глухой. Он старый. Ему почти 18 лет. А теперь, мои дорогие, поговорим над всеми самого классного аромата, самого секси, секси, секси. Вот со всех сторон секси. Женский аромат. Я бы сказала, что он женственный такой. Прямо совсем мяу-мяу-мяу. Я сначала купила от Ливантик. Я вам не расскажу сначала название. Вот такой замечательный. Потестировала. Думаю, просто вот тянет как магнит. Кстати, купила я его, потому что его рекомендовал. Адин блогер, догадаетесь, кто? Макс. Я купила почти все парфюмы, которые он рекомендовал. Не скажу, что мне все понравились. Прямо скажу. Увы нет. Но Адин зацепил мое сердце раз и навсегда. Вот, видите, у меня даже сердечко на кофточке. Так. И он настолько восхитительный. Это просто что-то нечто. Купила я десятку. Естественно, я ее даже не закончила. И я с восторгом купила себе целый флакон. Это просто сказка. Что это такое? Это Лоран Мацона Сенсов Орхит. Я извиняюсь, что он тут бликует и кажется грязненьким. Просто я его постоянно муслюкую с флаконом. Я пользуюсь с флаконом. Люблю с флаконом. Обожаю с флаконом. И вообще подушусь с флаконом. Это интим. Интим. И еще раз интим. Для себя любимый. Раньше он выпускался немножко в других флаконах. Версии 2012 до 2017 года. Вот, с 2017 года флаконы выполнены вот в таком красивом столбике. Единственное, что он мне напоминает, ну, фортабак и ваниль, на котором остаются вот такие отпечатки пальцев. Это великолепная Ода Орхидея. Орхидея, еще раз Орхидея. Давайте я даже почитаю. Нашла я на фрагрантике его. Это цветочный, безусловно, очень ванильный. Сладкий, миндальный, пудровый. Я бы не сказала, что я слышу миндаль. Нет, это что-то цветы. Жасмини мягком, каком-то, самбачном каком-то. Сейчас я посмотрю, что тут такое. Тут есть в верхних нотах мандарин, миндаль. Не знаю, как-то тут так все это сглажено или как-то спрятано. Что-то вот такое, что я бы сказала, что фоном вот таким красивой Орхидея в жасмине, в мягком жасмине. А мягкий жасмин, самбака. Мы сейчас почитаем, что тут есть. Так. Орхидея, жасмин. О, да. Иланг, 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 иланг. Иланг, иланг. Кстати, вот, Макс говорил, что он есть, но он обыгран. Я его как-то не очень замечаю здесь. Может быть, потому что так, мне кажется, великолепно звучит Орхидея. Ну, вот Орхидея, Орхидея, причем такая мягкая, пряная, нежная, очень приглушенная. Так, давайте дочитаю сначала. Пион Гелиотроп, да. Пион точно есть. Базовые ноты. Ваниль, да, но она такая мягкая. Вот она какая-то не совсем ваниль. Вы не услышите ваниль. Просто она для такой интимности аромата. Мускус, да, древесные ноты. Я не знаю, что такое древесные ноты. Белый кедр, не знаю. Ламбдану, не знаю. Бензоин вообще, не знаю. Может быть, все это есть, но оно все так скрадено. В общем, такой секси аромат. Он очень томный. Именно томный. Стойкость у него, в принципе-то, средняя, а шлейф у него недалекий. Вот если вы выйдете на улицу, то он будет шлейфить вокруг везде, потому что идет такой ветер, воздух, все красиво. Но когда вы находитесь в помещении, я бы не сказала, что он как-то далеко будет. Все равно он где-то рядом с вами, где-то вот здесь вот. Но это просто что-то мягкое, не кричит, он не вызывает. Он не стартует громко. Он не в процессе раскрытия, он не идет громко. Вот исключительно интимный, приятный, манящий, такой затягивающий парфюм. Это экстракт, да, то есть это духи, концентрация. Но я бы не сказала. По ощущениям моим это парфюмерная вода. И очень-очень такая не... Вот если цветы, да, то они не чистые цветы, а они как будто во всем ваниле в чем-то еще запрятаны. Но ваниле как таковой, ее не слышно. Может, вот ваниль, бензоин, вот вся смесь вот этих вот составляющих, которые придает такой ему... Блин, не знаю слово, какое подобрать. Манкий, манящий просто, знаете, такой... Вот когда нос туда уходит, уходит, уходит и не возвращается. Вот вы туда ушли и не вернулись. Макс, спасибо огромное. Аромат потрясающий, просто великолепный. Это сказка. Я с ним живу, я его люблю. И я считаю, что и на Новый год, и на любой вечер, и вообще куда угодно в первый мир добрые люди, я уж не знаю куда, но, в общем, с этим ароматом вы довершите свой образ совершенно великолепно. Вот что бы на вас ни было надето, какая бы вы ни были, это сексуальный такой мягкий аромат. Это не грязный пошлый секс? Нет, ни в коем случае. Это просто такая манкость. Это знаете, вот когда... Что значит девушка магнит, женщина магнит, вот такая роковая, вот такая притягивающая. Что-то такое, что просто, как, знаете, к вам взгляды притянуло, а тут не взгляды, тут обоняние притянуло. А если еще взгляд есть куда притянуть, ну вообще великолепно. То есть это вот только волшебный аромат, потрясающий, манящий, дурманящий роскошь, просто роскошь. А мужчинам? Нет, нет. Ну это же, все-таки это орхидея, мягкая орхидея, красивая орхидея, интимная орхидея. Очень красивый аромат, приглядитесь и на Новый год, возможно. Если это не будет прям такой праздник в кругу детей, в кругу семьи, где можете отметить с любым парфюмом, где вообще прекрасно подойдет Шанель. Ну на мой взгляд. Куда Новый год без Шанели? Ну вот личное мое мнение, любого варианта берите, берите тендер, берите просто классическую версию, берите нуар. Коко Мудмуазель вообще будет звенеть на мороз, особенно когда вы пойдете петарды, жечь великолепно. Сенсу Лорхид. Сенсу, сенсу, как назвать правильно. Это просто великолепный аромат, именно вечера какого-то, что-то теплого, уютного, домашнего, и не совсем домашнего. В общем, великолепно. Люблю, люблю, люблю. Все, моя сказка, да, именно сказка. И на этом я вас целую. Желаю вам Нового года оставаться здоровыми, счастливыми, красивыми. Хорошей вам семьи. Счастья. Всех вам успехов. Всем, кому надо сдать экзамены, если кто учится, и найти свое призвание в жизни, найти свои половинки, и чтобы эти половинки были просто сказком, да, а не обо что. Девушкам, которым, ну, не очень повезло с мужьями. Я желаю крепости взять, пойти и развестись. И в Новый год с новой жизнью. Девочки, милые, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, желаю вам здоровья. Пахните прекрасно, потрясающе. А мужчинам я желаю оставаться. Мужественными мужчинами. Наши опоры. Нашим счастьем. Я вас целую. Всех вас люблю. С вами была ваша Алина. С праздником вас. Пока-пока. Пока-пока.